вас барселона и студия star ladder из дома возвращается к вам друзья и для вас комментирует не но общего со станции как комментирует лебеди найма а лжас тут до здрав еще раз так играет у нас как по мне самая крутая пара на сегодня это николай хоя против флаффи причем крутые они не только по своим никнеймом и силе игры но и крутые по лайнапам у николая хоя следующий колода это квест маг вторая колода это у нас дракона жрец третья колода это мурлок паладин и четвертая колода это джейд друид его прист именно дракона прист отправился в банк как тебе кстати такой бан от флаффи на цели банк листая дворки интересные все-таки нравится больше бан мага согласен ну то есть это дефолт учитывая что у тебя джейд друид разакус прист тем порога и зоолог мне тоже бан ну то есть однозначно ты лишишься какой-то из агрокалу то есть или зоолог или роги ты в любом случае будешь играть на джейд друиде и на разакус присте как по мне бан мага тут был ну в принципе очевиден но решил по-другому сыграть швед плюс он знал что у него будет забанена разбойница и он мог строить свой бан исходя из этой информации поэтому не знаю но скорее всего он поэкспериментировал он потестировал то есть это не такой не бан в небо а все-таки он протестил колоды и он знает что нужно банить скорее всего да он именно провел для тыгр выяснил что все-таки лучше банить приста ну давай посмотрим сумеет ли справиться с этой игрой у нас флаффи несмотря на то чтобы он и меня и тебя смотрю удивил но поживем увидим как будет происходить сама игра джейд рит против золока опять-таки уж дефолтный матчап мы их уже на комментировали мы их уже насмотрелись так что давайте смотреть как пройдет эта встреча обычно золо ки все-таки успевают задавить джейд друидов рампа у джейд руля нет и тут я бы по-прежнему сделал ставку на зушку без топ-дек к вэлдгроуз даже если будет топ-дек вэлдгроуза будет пропущен четвертый ход ну хотя нет четвертый ход мы вставим котенка да ферал спирита на рука ухоя конечно просто просто боль десятки тотальные заражения которые особо и не нужны в этом матчапе нужны шестерки нужен рамп грамм в принципе как ну лишь есть у нас нет римулов на тройки очень-очень плохо все ухоя у флаффи наоборот все неплохо то есть у него есть монетка третий ход потом тройка четверка пятерки пока нету все равно рука у флаффи намного лучше чем ухоя ну посмотрим первого хода нет второго хода нет у друида все пока мертвее некуда кстати вот перерыве не задумался почему братьев хоя назвали фредерик и николай покопался в интернете и нашел что в дании есть такой знаменитый писатель философ это николай фредерик грунтник и я так склоняюсь к мнению что родители хоя братьев хоя ну чтят историю дании и скорее всего из этого назвали так братья своих нифига си информация слушай это кстати правда забавно просто задумался почему николай и фредерик такие ну как-то имена для дании хотя с датчанами так особо не знаком но все но имена такие интересные очень и скорее всего все-таки в честь грунтвига их назвали что может быть может быть информация интересно надо будет потом узнать когда увидим вживую кого-то из братьев ну николая я думаю мы увидим на финалах войск если мы там будем но возможно с его братом мы повидаемся на финалах star ladder он тут уже не раз проходил в шанхай и было бы неплохо если бы он это попал вновь ну что тут wild grows играет николай флаффи я думаю сейчас будет играть через капитана чтобы пробавить или все-таки птичка птенец птенец появляется на игровой доске двушка в лицо наконец начинаем разминать лицом ну ты есть посильнее ход если ты говоришь что на следующий хоть я не то дак нет патча с если это бак не патча с тогда флаффи будет наказан ну посмотрим да то есть принято можно раньше пострелять пиратов чтобы не было подобных историй но смотри теперь если у тебя нет гнева огнева нет птенчик идет тебе в лицо и там дальше он ходит в стелс и уходит в винфьюри и у тебя проблемы на заднем фоне парень в кепке очень похоже на ксикса если посмотришь вот сзади николая хоя да соглашусь много да по третичь по третичь не сложен надо очень похож здесь надо разгоняться по мане ну лишь разгон по мане сто процентов вот он думает куда биться головой и стоит ли вообще биться все-таки решает консулмана то есть удар консулмана связано с тем что следующий ход может отдать на свайп мы заберем 2-4 и не будем получать вам больше рона чем мы должны весь интерес ну теперь да теперь ход очевидно и все-таки нужно ставить еще одного консулмана потому что он варлока консулмана в начале игры не топовые в конце игры не уже такого не получает как вы кстати идея отыграть от mc тех и поставить только консулмана без единички насколько там кстати мсетехов если один мсетех я бы не обыграл его если там вальсит их но два мсетеха чуть совсем жесть таскать на 1 мсетех до 1 мсетех я бы не обыграл мсетеха потому что тот злой карты ты помимо мсетеха еще плагу обыграбишь кстати да от шестерки от чумы но все равно мы чуму заберем чума нас так сильно не страшит мсетех страшит да но потом последующие ходы мы все равно будем мы не хотим себя ограничивать тремя существами на столе поэтому 70 так даже будет ладно фиг с ним пусть он будет но последующие ходы мы не будем ограничивать себя ты сдавнись в киратой больше нравится это обидно ночью поделать есть как есть интересно что у нас проходит на женском войска то есть кто-то из коллег вновировались в чате если несложно ребятки откройте женский вест и гляньте есть там будут какие-то интересные игры может мы с найманом ворвемся в перерыве хорошо туда играем принцы играем капитана настолько чума старше 10 мана и не знаю чему здесь равно сложно выигрывать я может не принц и капитана все равно принц капитан как тебе был ход сыграть через защиту своего стола который очень жесткий и выставить дреней в каторшников да я понимаю что патч с 3 3 да я понимаю что хочется его видеть и так далее не знаю хочу как сама набить в лицо я хочу птица бить в лицом поэтому кажется это правда надо прям плену него вообще тут нарисовать летал если вы получили плюс 3 к атаке так что ход от флаффи безусловно не оправданным назвать нельзя ну и вот она смотри наказание я бы не сказал все таки что такое наказание до пришла чума один ход она спасает а последующих вот что он делать с этим со столом нужно два свайпа там и заражение одно это мало может спастись ну смотри чума за чумой еще одна чума а толку то ты чему и у нас спасает надеих вот плана выживаем дальше а дальше просто кобыла сыграть на птенца и все там пока пауза окей или спасибо беда конечно ты вообще-то кого ставишь в этой паре по лайнапу мне нравятся кое намного больше то есть именно преимущество лайнапа я бы дал прийти от хоем где-то 65 на 35 где-то вот у меня знаешь мне было так что я бы поставил на флаффи до того как он забанил не квест-магом бан меня по-прежнему удивляет виза я не могу оправдать этот выбор абсолютно грот выбор все-таки связано с тем что он все-таки тренировался уверен находясь в отеле со спарринг-партнерами не играли у ему игр против война плохое и не выбирали кого банить и они пришли к мнению что у вас мак не настолько стабильны как разаку спрест из этого решили забанить все-таки приста ну по-моему квест-маг против джейд руля и разаку спреста но это прям просто сладкие буфты даже против заблока тоже в принципе на дымсейров нет ответов но нет у химиков ну вот ну вот сам вспомни когда играешь на квест-маге в ладарите когда попадаются разаку спресты и джейд руи ты такой о фух нормально только не агра ну там витры все равно там витры где-то 65-70 процентов 30 процентов то есть одну игру из трех бывает то что могу очень плохо заходит и ты успеваешь его продавить такс а десятка тебя разве спасает десятка ну насколько я вижу не спасают там пошел 2 1 в 11 ты ударил со стола летала нет на самом-то деле мы-то видим что будет летал со стола летал можно рисовать двушка забрали в колеса машина летал в плане и не было летал все хорошо джи-джи 1-0 за флаффи вырывается швед вперед но и остается у него две самые мощные колоды в этой мете две из трех золотые деки но у николая хоя такой менее популярный выбор классов остается помимо джейд друида это мурлок паладин и это квест мак как текст вообще квест мак и мурлок пал в разрезе турниров мурлок пал мне нравится при бане разбойница становится прям очень сильной колодой если она не контрит напрямую никого она просто является очень сильной колодой я похоже мой напоминал на турнире геймгане я был квест мак не был только биг друид разбойница и дракона дракона жрец я сыграл 06 хотя мага мне банили один раз не банили разбойница второй раз это сильно да это очень сильно было цена война покой мне нравится дистами не нравится выбор джейд друида я бы все-таки выбирал биг друида кажется там более подходящий в таком ваннапе потому что мы чаще мы да мы всегда баним разбойница если соперника есть разбойница насчет разнообразия колод кстати вот я вижу тут у нас такие недовольства в чате ну во первых друзья могу сказать по опыту комментирование игры что конец каждой нет и все равно стекается к тому что классы начинают повторяться хочешь ты этого или нет так марта да я договорю пожалуйста конец каждой меты все равно приходит к тому что уже все давно все перепробовали все друг друга переконтрили и остаемся играть на самых стабильных колодах то есть вначале появляться эти стабильные коды потом эти колоды контрим всякими вот помнишь еще два месяца назад были популярны очень big line up и а сейчас все равно все все пришло к стандарту вот это во первых а во вторых на самом-то деле на турнире представлено 8 классов из 9 только хантов нет кроме хантов вот сказать что какой-то класс прям явно выпадает но пожалуй воин то есть вот хант и воин сейчас как-то не играют особо но у воина было свое время очень бодрое с пиротваром когда он просто пожизненно сидел в бане ну а 7 классов но сыграет по-моему активно да прикольно какой дергал за монетку прям видно наставление его брата чтобы он не выдавал информацию сопернику надо понять что он дает сапе и размышлять и понимать что у него в руке находится еще одна ничка которую хуй хотел сыграл им все думал сыграть или нет прикольные такие майн-геймс кстати за спиной флаффи видим группу его поддержки тик так а это тик так до забыл вообще что тик так забыл в барсе но также он приезжал в украину в смысле он был в киеве да утром в киеве был что вообще не помню тик так да но приезжал он не участвовал тоже в эзге но решил приехать познакомиться с чипером если это тик так может это и реально был ксикса на заднем фоне они там вроде как я ксикса в китае я как не зайду на стрим ксикса он всегда сидит с тик таком вечно чем-то спорят причем причем реально по какой-то фигне за полпроцента в винрейте просто друг друга и уничтожают ты кстати писал это в чате ксикса команду восклицательный знак тик так да конечно это потрясающе просто вот сейчас будет выбор за хоем здесь можно проактивно сыграть вар лидера сыграть из трейдится 11 футар крипера а можно забафать вар лидера одного но если мы забав получим на следующий ход тогда тут никак флаффи не компактится в эту игру и мы должны пинцеть спаушен шердовард хоррор у него насколько я знаю его нету правильно нет 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 вообще могу тебе сказать о том что я не знаю возможно я чей-то лайна пропустил и меня там поправят мои коллеги но я не видел ни одного лайна по где было бы гномазели и сломать мы ужас я имею ввиду именно но вот дефолтную казаку спрестов то есть в бигах иногда встречается это даже большинстве сейчас биг брестов все равно играет им брейс и и цов вот этот плейд оказывается на кинайка и цовом и трахую камбак нас она слов было бы очень сложно что не у нее последующих ходов а теперь то что выходит кузыра стир бафы твар лидеров ну я не вижу уже как хой проиграет эту игру но сейчас посмотрим сейчас посмотрим возможно поможет зелье драконь его огня через ход сейчас в любом случае будет трейд время то есть в лицом мы получим только 5 отрыгнулся бы теперь время мне кажется можно бить в лицо я бы трудился время чтобы отложить или драконь его огня на один ход вот только с этим это не микрофон друзья таскать звук реже да то же самое было вчера когда я комментировал с лесси и позавчера когда комментировал с александром все второй человек который по skype у него всегда подрезан звук поэтому не удивляйтесь вообще смотри я понял ахаха кстати такой не зеляты галл вообще даже намного лучше плей таким образом за сетапил кстати летал сейчас видно что ли мне хороший звук ухвости да друзья тот от кого идет трансляция у того хороший звук это дефолт это skype и любые другие средства связи к сожалению также режет звук мы когда комментируем из дома можем все перепробовали дискорда тем спики везде звук все равно режется к сожалению второй чек который идет не от себя плюс есть еще такая специфика если кому интересно могу за 10 секунд рассказать специфику микрофона блюетти что выдает идеальный звук ну то есть такой как он должен выдавать только когда он идет с вашего компьютера если вас передаются другого компа то есть это вы через средства связи идете то блюетти не выдает идеальный звук когда этом на стримах так далее ну в общем это мелочь я думаю никому это неважно поехали колдинг сир поехали в лицо вар лидер 89 уже просто откусывает флаффи куски на хуй опять по интересному сыграл мне нравился больше ход с драконом на пятый ход против да против предста мне так это сильнее ход был он решил сыграть через двух мурлоков так как у него есть вар лидер на столе что спасает флаффи швд сайленс тоже неплохо бы зашел швд есть это хорошо раза это уже не так хорошо но все равно пойдет слушай это возможно камбэк смотри мы сейчас доберем еще две карты плюс у нас уже есть и разы и дк да 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 а возможно бы рановато похоронили тут шведа ну керн по-моему без вариантов керн следующий ход дракон гидровок десны клип много карт уже наберет хотя флаффи уже много карт набрал поэтому мне кажется нужно плюнуть на твой колита и бить в лицо может все таки клирика клирика трейдить если будет хилл существа в принципе клида уже дает карты не вижу как-то трейдится смысла даже в клитика нужно бы быстрее пытаться додавить пристав все-таки трейдит клирика гоблин приходит а ну-ка реши со своей стороны гоблин лира или никого из них гоблин лира и никого из них не нравится все-таки гоблин да как я поиграл последнее время лира на все таки более такая рандомная с гоблина ты получаешь карты со своей деке плюс ты хочешь найти разу дк да и вот последнее время я смотрю что все больше и больше игроков как-то переметнулись на сторону вот этого ушастого зеленого паренька ушастого этот ушастый зеленый паренек уже давно с нами мир игроков рога в друиде он сидел каждой мете в какой-то колоде он появляется да вообще одна из таких знаешь очень жестких карт я даже помню больше когда-то были разговоры что гоблина переведут в этот в зал славы когда убирали вот помнишь то асильвану и рак ну по-моему говорили что уберут гоблина а убрали вместо него консил точно они рогу убрали консилом прикольно то есть с аукционисты этого даже нерфили это по-моему единственная карта после нерфа которая все еще играбельно то есть метку нерфили что еще там нерфили фире враг с нерфили да тогда и было да гоблин когда его с петли маны поменяли на 6 и думали что он уже будет неиграбельно все-таки ушастики гранится все еще прайсблок лероя тоже говорят уже год на прайсблок лероя и алекстраз уже говорят тоже не весь сколько времени но пока как-то не доходят руки разбиваем керна смотрим что с керна происходит а на столе появляется еще один керн и теперь зелень драконного огня плюс какая-то из двоек в итоге выберет собирать на сокращу томас на заднем плане уходит это видимо болельщики хай и болельщики флаффи джитора болеется в флаффи да ну возможно просто смотрит следит но флаффи пожалуй будет самыми именитым игроком на этом турнире да если серьезно 5 решения хуя будем или мы отыгрывать дк или мы все-таки тиреонов там и будем пытаться продавить и допинать нашего соперника думаю что тире в темп потому что даже если тебе разбивают тиреона через дк то у тебя остается на столе бэйна у тебя три заряда пушки ты к бэйну доставляешь кубителя зелень драконьего огня вышла дк вышла и два существа со статами 7 5 и 5 5 твой оппонент не заберет на хуй очень интересно отыгрывает у него прям видно свои видения игры не более такие стабильные ходы ему не нравится я бы тоже был склонен сыграть ориона и все-таки начать допинывать соперника потому что узей сейчас никто не играет по 5 лицом или каждый ход ну и понравился этот ход улопа казакус это хорошо это очень хорошо для флаффи пятерочка 4 по всем замечательный и я думаю что демон 5 5 2 демона в руку выглядят слабо плюс 4 хп тоже выглядят слабо на 5 5 ну теперь 100 процентов играем сериона кстати дракон дракон могут камбэк на 10 ход если будет сыгран дк в ответ на серионом закон его зелень от и с этими драконами мы как можем разбираться только сайлент остался колуги у флаффи шедор дэв вышел два дракона ну прям они так закрепится на столе да ну на сей раз хоть николай хоя с нами согласен ура мы прочитали один ход хоя о попа а вот и саленс стоп дек а вот удка и минус бы не выскать урона да опять и рона мы промазали не проснулся дружеская атмосфера друг другу и молчим нужно 2 дракона ставить хотят с билкой вариантов нет ну что ты еще поставишь финжу она сыграет дракона финжу дракон дракон то есть это будет 10 нужно 5 4 карта разыграть что-то пробилку забыл чтобы с этими драконами расправляться как же он топ-дэчит ну это просто грязь я бы наверно все таки еще похилил сыграл да он пристроенный фист 3-6 сочетов на столе и ты забираешь все равно весь стол в конце пироман там может быть даже добавить ну посмотрим что нам придет любопытно почему так я все-таки думал что мы просто играем через единичку мы же сыграли саленс почему не забрать себе финжу не разбить его об дракона как бы не внести лишний дамаг в лицо сюда она что ты хочешь эту единичку потом тратить проверять каких-то блокеров полу флафи маленько спешит несколько интересно как хуй проиграл эту игру то есть все было все решилось когда клирик и цохом правильно было клирик цоха клип на столе я не верил стоило ли с лимиталем тридется особенно если хотя он баффл вар лидера на 4 тыс это 77 да кстати меня не понравился да вот когда было два вар лидера на столе когда он баффл одного из них мне кажется что со вторым лидером не стоило тридется нужно было бить в лицо и затем николай хое поздно поставил тириона дождался пока оппонента найдется сайленс выставил стол на который был ответ ну мне кажется ходит слишком как-то медленно что ли сыграл то есть но были варианта отыгрыша быстрее была ошибочка и от флаффи но это ну скорее знаешь такая механическая что ли ошибка не так страшно то есть ошибка флаффи не влияла на игру он уже ошибся там с дэмоджем который не донес а вот ошибки хоре то есть на скорее то что ошибки а не слишком недлительная игра я думаю что тут очень и повлияли да и мне кажется теперь смотреть игру если вернуться на 3 на 4 ход были как варианты духа убить за 2 вар лидера на столе для приставки очень сложно как забрать если она еще забавлены под хп вар лидеры и ход стереоном вот вот как как по мне два ключевых момента вот тогда когда пожадничал во время не выставил тиреона дождался соли саду сейчас смотри вот сейчас три заряда пушки по 5 ну да и пятна сторона ну и тут летал летал чатик пишите летал кто нашел летал плюс в чат 2-0 не стал сильно удивлен лайнап хоя должен быть с лайнап флаффи но вот игра от хоя пока не бьет игру от флаффи у флаффи пока была только одна ошибка и такая не глобальная вот у хоя пока все не хорошо но ей джейд друид то есть лайнап хоя вполне может разломать лайнап джейд друида легко сейчас интересно как но хотя у хоя тоже есть джейд друид то есть минимум 50 до 50 он берет опять паладина без монетки дошел есть первый дроп нет даже стиранами наставлял хотя нужен еще второй дроп то есть мой блассенкингс точно покидываем рука замечательную друля все что тебе нужно против мурлок пала если будет джейд блоссом тарада а если не будет джейд блоссом первых вот пропустим потом будет рост потом тендрол это слабовано заметил он же из был скинул он джейд боссом скинул а но у него скорее всего я игру вот джейд босса вместо свайпа или места где во но он сделал все чтобы найти разгон о еще еще и от рука ухо и не ок а мы будем тут декать обязательно нужен второй дроп ну и третий дроп тоже должен на третий дроп ладно мы можем ничку или билку сыграть например если со сменой билки смотри первый ход понятен чем мы отвечаем монета гнев или мы скипаем на второй играем в дгроус и нет монетка гнев по лучшему а затем уже ставим фендрол и как так пытаемся отградать с тобой согласен тоже монета гнев больше нравится то что ты спокойно выходишь на свайп или просто в темпах фендрала то есть нет смысла принимать лишний ром по лицу за рука у флаффи конечно крутая то есть следующий ход будет рост фендрол потом свайп потом а я хотя вот у хоя появился фенджа фенджа керн то есть него лейтгейм такой неплохой тоже уже набирается дракон старта правда нету если он даже с таким стартом принципе паладин может продвить друида только на помарка если друида не будет добора говорят кстати что у этого хоя агрессивный лайнап как тебе агрессивный лайнап состоящий из джей друида мурлок пала дракона и квест мага да да и квест мага вообще квест маг я слышал одна из самых агрессивных колод здесь интересное решение будет поставить ли он мурлока будет ли обыгрывать фендрала я уберешь от гиперам ставить мурлока это же нравится поставить скидку прожимать таким то маркипер потом играем айю добора пока еще нету пришлось такое у нас 3 30 что ли будет что за игры ну я бы не сказал пока 30 пока у хоя есть чем бороться то есть него есть винджи на 5 и потом есть ага мегазал на 6 все не так плохо теперь мы бафаем на рекрута треница маркипера таким образом свайп нас сильно сильно не страшит гнев один вышел уберите курсор друзья трансляция идет из барселоны я уже написал нашим судьям попросил чтобы они убрали курсор но у них есть задержка они они его то убрали только вопрос через сколько это отобразится на трансляции по идее еще минут 5 кстати интересно по поводу наушников тоже почему ходе сидит наушниках флаффи без так это я не думаю что обязательный момент то есть когда ребята сядут на сцене это одно дело а так очень многие игроки играют без ушей вот я не понял бафа бурлоками бафа рекрута почему ну что легкий свайп ну это легчайший свайп ну а я на следующий ход мы играем фенберла джейд блоссом не знаю мне кажется свайп вообще классно заходил здесь здесь нужно играть фильм джу нужно бить в лицо хотя блин ничкой может быть даже ваю потреница нужно оставить какое-то существо чтобы следующий ход активировать фильм джу для крутом может быть даже разбиться бурлоком в аю потрениться рекрутом в 2 2 1 1 а точно не хочу забирать хотя если один один так забираем а 6 4 бьет в лицо да все нормально 6 4 в лицо так ну 22 хп следующий ход я думаю нужно играть разгон плюс свайп разгон плюс свайп и хотя разгон если мы разгон играем тропин же активируется я понимаю но тогда ты играешь фендрала плюс нуришь не играть разгон ну по-моему такое все решение но хотя с такой рукой я здесь согласен следующий год мы играем федоров нуришь потом играем куна нужно находить шестерку добор мы нашли и в принципе в лейтгейме нас не задавить особенно у нас классы игра на а я не да нравится я думаю чтобы второму буйному роста сейчас было бы флаффер от намного больше а стоп а почему нам не сыграть фендрала джейд блоссом фендрала даже свайп не давать границы нет никакой то есть смотри у нас 3-3 на столе мне нравится да фендрала играть в тамп вот да то что свайп ничего не делает если мы уже выстрелили существо то есть если мы сыграли разгон 2-2 для активации фенджи поэтому фендрала который ну будет оказывать давление на столе если фендрала не забирает рам играем нуришь и согласен с тобой флафф играет именно так ход под номером 6 не есть вариант сыграть через мегазавра есть вариант сыграть через печать королей и таким образом забрать фендрала и есть вариант сыграть через просто стабильный что ход в виде керна кет по моему самый слабый в этой ситуации здесь слегка и хочет побеждать вам нужно играть кейтролога и мегазавра до 100 процентов то есть бафом 4 мурлоков печать есть нет 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 так муника бакнемся вот игру детей столько части мегазавра мы могли выигрывать это именно 5 ход пинджи потом играем адаптацию на мурлоков а так ну погоди еще если у оппонента нет руках не свайпа дни гнева то может смогем ну мы видим что размах присутствует то тогда ты не ставишь чудища сейчас даже проверю куф лафи есть папа за единичку да у него марк где метки лотуса на это неправильно ходит ход от коя был потому что теперь он мегазавра нормального никогда не получит на предыдущий ход нужно было все-таки фендрала наплюнуть на него и сыграть активно баф получить адаптацию с мегазавра ну и в итоге как ты и подметил у нас идут размена от флаффи ход с печатью королей был абсолютно бесполезен он вроде бы давал в рю для того чтобы убивать фендрала но николай ходит таким образом лишается хорошего мегазавра и это сейчас сильно повлияет на дальнейшую игру не знаю даже думаю что секрет плюс дракон но тут уже не особо важно потому что дальше полетят джейды вместе с куном и это все мне нравится мегазавр потому что это последний ход к тому мегазавра реализируем ну не знаю больше пурлоков когда у нас будет на салоне никогда тысячи 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 я бы все равно через джейдов и звук а по мне это сильнее чем десятка ну да мне нравится тоже встречу десятку сказать печально ну для одного из игроков и радостно для второго то ну у меня когда пока игры расстраивают как-то и мисплеи есть и все игры по 3-0 ну блин хочется чтобы ребята собрались но это все-таки расслабон они соберутся когда будет финал когда игры за какой-то 2 3 за 3 4 место будет когда уже такие денежные суммы внушительные будут пока не на расслабоне вчера не подмечали уверен все кто прошел в китай кто не пришел в китае они прошли в китай уже абсолютно все друзья кто играет сегодня все 12 человек уже в китае ну будем надеяться что когда будут комментировать наши коллеги олеся и александр через игру нас с на лжасом остается еще одна партия под номером 4 затем 4 партии будут освещать именно наши коллеги тогда уже будем надеяться что игра станет как-то пободрее ну что пока сыровато что там с девушками что там с девушками алиси обещала следить за женщинами и пропала мы хотим видеть девушек мы не хотим видеть парней алиси говоришь что она все видит все понятно алиси олеся лотхип ахаха помнишь что раньше выходил он говорил я тебя вижу блин ухит такая классная карта была по сути по ней вот я скучаю и все так печально как казалось ухоем да все печально ну хотя есть десятка здесь трейды по столу но есть дракончик на столе и 6-2 мудлок хотя мы стол весь разменяем и оставим одного молока 62 да мы даже не с и белкой сыграем то есть и белка мы могли мурлока забрать но мы не будем играть 2 мегазавра да и последняя карта в руках десяточка кто-то из снг авто для нас прошел два игрока из украины а именно энтони и а и конечно же а уже гаде дизна и сават вот три человека один представитель россии два представителя украины еще ли представитель россии керри отлетел четвертое место в группе и вчера точнее позавчера ботахами от него нервозная игра не ноунейм представитель беларуси к сожалению вообще не сумел выиграть ни одной партии вот эти ноутбе и мы тоже как фаворит турнира бы записался изначально хотя у него нету так опыта таких планов но опыта в игре у него да не занимать скилловный очень игрок жалко что отлетел ну есть как есть сават у нас будет уже дальше на стриме друзей что кто хочет видеть савата оставайтесь посмотреть вот хой сейчас запретился он играет от того что у плафи какая-то плохая карта в руке на чувство он сейчас очень сильно расстрелится да еще и 2 останется на игровой доске реакция хоя то есть да он покивал в лплейт улыбается в ротах сделал трейдер надеялся то что будет какая там карта типа будем воростат а там типа ну не даже свайпы если уже это 3.0 далистика подсказывает что в женском вэзге харлин прошла он здорово не знаю я помню йока девушку с италии хорошо играл хотя там много девушек которые очень хороший уровень игры показали да но итальянка к сожалению отлетела мы вот тоже с александром за нее топили но она не смогла пробраться дальше кто еще там был симпатичный а была вчера ой щас щас я вспомню вот я очень симпатичная девушка из болгарии харлин девушка из россии она тоже не к нам похожих сейчас в чате кто-то напомнит ну что друзья третья партия закончилась как-то совсем салатик и все все как-то в одни хардфелия до хардфелия я топлю за хардфелию всем сердцем и не только сердцем но но и душой так вот станцифка и ног шоу остаются с вами друзья мы уходим на паузу вернемся к вам с четвертой игрой будем надеяться хотя бы она закончится не 3 0 и мы наконец-то видим батареи